Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Болезнь, о которой мы сегодня побеседуем и узнаем, очень распространена среди детского населения. И каждая мама должна знать о ней. А саламу алейкум, дорогие чрезвители, мы в стенах поликлиники при 5-й клинической больнице. И тема нашей сегодняшней передачи – желтуха. А как она протекает у новорожденных, об этом нам расскажут высококвалифицированные специалисты клиники. И мы узнаем сейчас все подробности. Если подойти к теме желтухи, то нужно сначала ее подразделить на физиологическую и патологическую. Желтуха новорожденных, если сказать в простонародье, значит мы подразумеваем, скорее всего, физиологическую желтуху. Физиологическая желтуха появляется на третьи-четвертые сутки жизни ребенка. И продолжается где-то до двух недель жизни ребенка. Под этим словом мы подразумеваем желтуха новорожденных. То есть это проявляется пожелтением кожаных покровов, видимых слизистых, склеры получается, кроме ладошек и стоп. Также наше дитя может столкнуться с патологическим процессом. Статистика гласит, что патологическую желтуху переносят 50-70 детей из тысячи рожденных. И причинами развития патологической желтухи может быть множество факторов. Патологическая желтуха может быть ранним проявлением различных врожденных инфекционных заболеваний, требующих длительного специального лечения. Патологическую желтуху мы должны заподозрить в тот момент, когда желтуха появляется в первые сутки жизни ребенка. Или она продолжается уже более 14 дней, то есть более двух недель жизни ребенка. И если судить по лабораторным данным, тогда уровень бельрубина свыше чем 200-250. А у новорожденных, это тоже как бы индивидуально, у новорожденных обычно, как правило, уровень бельрубина бывает высокий. То есть это может быть 100-150, ну 200, выше 200 мы уже должны бояться эту желтуху, потому что желтуха, это что из себя представляет вообще в организме ребенка, желтуха, это продукт распада эритроцитов. Сахарный диабет, гистозы, которые приводят в запаливание почек, неврологические симптомы, резус-фактор крови, очень большой, вот именно в формировании патологической желтухи резус-фактор очень большую роль играет. Потому что самые тяжелые случаи именно по состоянию ребеночка, это когда резус-отрицательная мамочка, зачастую это резус-отрицательная первая группа крови, тяжеленькие детки бывают, когда группа крови у ребенка вторая, реже, когда третья. Вот этот резус-конфликт при рождении у ребенка эритроциты в очень большом количестве начинает разрушаться, и это надо восполнять. Там идет и переливание крови, плазменных элементов, для того, чтобы поддержать состояние ребенка, ну хотя бы на уровне жизнедеятельности. В ходе распада фитального гемоглобина ребенка фитальный гемоглобин распадается до билирубина, а билирубин в свою очередь дает желтый окрас телу из слизистой оболочки ребенка. Ребенок родился, если у взрослого человека эритроциты каждый месяц меняются и распадаются до билирубина, и это, ну, происходят такие вот обменные процессы в печени, да, то есть организм взрослого человека, печень, да, функции печени, ферментативная система, она уже приспособлена, чтобы, как бы, перерабатывать этот билирубин. А у новорожденного ребенка печень не совсем хорошо функционирует, а ферментативная система тоже не в полной мере функционирует. Некоторых мам смущает вопрос, почему детишки так часто ходят в туалет? Этого бояться не надо, это как раз-таки помогает ребенку избавиться от этого ненужного билирубина. Помимо желтой окраски тела существует еще ряд симптомов. Ребеночек там становится вялым, он плохо сосет, он плохо спит, у него могут быть при патологической желтухе и судорожные состояния. Само состояние то, что ребеночек вялый, уже может насторожить маму, почему он так себя ведет, и уже дальнейшее обследование причины такого, так скажем, состояния ребенка. Ну, мамочкам надо, наверное, одно узнать, что сама желтушка, она не является таким ужасным симптомом, она проходима. И физиологическая желтуха, она в основном бывает где-то на процентах 60-70 случаев. Как врачи оговаривали, в принципе, физиологическая желтуха не имеет тяжелых последствий в сравнении с патологической. Ребенок так же, как и все другие дети, развивается, функционирует, играет. Одним словом, живет так же, как и все здоровые дети. С патологической желтушкой намного сложнее. Там уже подключаются специалисты. Если физиологическую желтуху, мы просто наблюдаем. Раньше считалось, что необходимо все-таки капать. Сейчас медицина направлена на то, что все-таки наблюдения лишние извне, лекарственные препараты и введения остаются на патологическую желтуху. И физиологическую только наблюдаем. Основой сейчас лечения на данном этапе фото-лечения. Следующая манипуляция, дорогие телезрители, которую вы сейчас увидите, применяют именно при желтухе у новорожденных. Давайте сейчас расспросим у врача, как это все вообще происходит, как применяют его на детях. Сальвенцеве. Сальвенцеве. Расскажите нам, пожалуйста, об этом аппарате. Как вы работаете на нем именно в действиях? И какой эффект от него? Это называется аппарат фототерапии, который находится в отделении физиотерапии. Это вот желтухой приходят к нам дети, и их мы облучаем ультрафиолетовыми лучами. Эти лучи попадают в билирубин, и этот билирубин превращает в визомер, которые частичками, они легко с испражнением ребенка выходят наружу. Поэтому вот эта желтуха, она моментально уходит, и ребенок избавляется от этой желтушности. Поэтому мы по назначению врача делается эта процедура. Мы полностью раздеваем ребенка, только оставляем памперсы, чтобы это место не облучался. Зафиксируются специальные очки, которые не пропускают лучи. И его полностью глаза закрываем у ребенка, и он полностью лучи, чтобы не уходили в сторону. Мы его, ребенка, закрываем, и включаем свет. Это там ультрафиолетовые лучи. Она облучает полностью вот от ребенка. А сколько по времени у нее? Мы по назначению, по схеме, назначается с 15 секунд. Первый день с 15 секунд, и до 10 минут она немножко увеличивается по 5 секунд. И вот почти до 3 минуты он до 10 дней получает процедуру. Потом мы через 15 секунд выключаем аппарат, открываем, переворачиваем ребенка. Выключаем луч. Опять же 15 секунд. Процедура проходит, ребенок с двух сторон облучается. Также 15 минут, 15 секунд зафиксируем. Как время проходит, выключаем, открываем ребенка, и полностью ребенок уже готов. Все, снимаем. Получи ребенка, зайдем. Все. После такой терапии не то что ребенок, но и взрослый всплакнет. Это только начало пути к лечению. Если мы вовремя не обращаемся за помощью, простая и банальная, вроде бы на первый взгляд, желтушка может перерасти в осложнении. И если у ребенка развилась патологическая желтуха, если это уже билирубин зашкаливает за 300, за 400, бывает за 500, это может привести к ядерной желтухе. По сути, получается, билирубин, он является ядом. Это вот называется ядерная желтуха. При накоплении в головном мозге это в последующем может привести даже вплоть до инвалидности ребенка. Если своевременно не диагностировать и своевременно не лечить и не предпринимать определенные меры, это может очень даже плачевно закончиться для ребенка и для родителей. Состояние мамочки перед тем, как запланировать беременность, мамочка должна подготовиться. Все заболевания, связанные с соматикой мамы, общие терапевтические заболевания, заболевания почек, нейрологические, они все, конечно, связаны. По ребенку, повторюсь, судорожный синдром, он очень опасен. Кроме того, идут нарушения по эндокринной системе, увеличивается селезенка, увеличивается печень. И поражение внутренних органов она дается себе знать. Соответственно, ребенок с детства, он подлежит группе на инвалидность. И если вовремя не подключить врачебную манипуляцию и присмотр педиатров, это может, конечно, плачевно закончиться с инвалидизацией и с летальным исходом. Какие бы осложнения не ждали ребенка, если вовремя спохватиться, обратиться к специалистам и своевременно начать лечение, плачевные последствия можно обойти стороной. Сейчас в данное время у нас используется безопасное материнство. То есть мама и ребенок сразу находятся в палате, в роддоме, и их выписывают на вторые-третие сутки, если все в порядке. То есть если это физиологическая желтуха, то маму с ребенком выписывают домой. После этого к ней на дом приходит актив, патронаж. Медицинская сестра приходит и врач, педиатр. Они осматривают ребенка. Если желтуха, которая визуализируется у ребенка, если вызывает какие-то подозрения, то, соответственно, они сразу берут анализ крови и назначают соответствующее лечение. Поэтому маме тоже нужно быть готовой. Необходимо, чтобы не только она, но и папа, например, смотрел. Может быть, ребенок сегодня желтее. Потому что очень часто бывает от количества белирубина, от показателей, меняется цвет кожных покровов. Поэтому здесь мама очень часто бывает так, что после родов она устала. После родов она не спит. И она не может адекватно оценить, например, цвет кожных покровов. В этом отношении маме нужно давать отдохнуть. И чтобы кто-то извне, или бабушка, или дедушка, или папа, они тоже смотрели, как меняется цвет кожных покровов, цвет склер. Как ребенок себя ведет. Активный, неактивный, кушает, не кушает. То есть здесь все буквально показатели, которые бывают у детей. То есть как он пьет, как он ест, как он спит, как он ходит в туалет. Это все является одним из таких, скажем так, индикаторов беспокойства. Весит от состояния ребенка, от общего статуса. Если желтушка задерживается более двух недель, если она интенсивная. Если у нас есть лабораторные данные, если она зашкаливает уровень белирубина за 200, 200-250, то это госпитализация. И очень хорошо таких детей выхаживают. Ну и, конечно же, как же мы можем пройти мимо профилактических мероприятий и рекомендаций врачей. По мамочке, это, конечно, употребление в пищу тех продуктов, некрасящих продуктов, чтобы не нагружать печень. Потому что белирубин, он выводится с мочой, он выводится через желудочно-кишечный тракт, и участвует в этом большую роль печень. И надо делать все, чтобы ферменты печени, они работали, как у мамочки, как у ребенка. И, соответственно, питание мамочки должно быть облегчено без красителей, без химии, без жирных включений, чтобы ферменты печени не активизировались. Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. Чтобы наши дети были здоровыми, мы сами должны быть в здравии, как духовно, психологически, так и физически. И не надо говорить о том, что панически не хватает времени. Это не оправдание, когда речь идет о здоровье наших детей. Дорогие наши будущие мамы, родители, будьте любезны. Соблюдайте меры профилактики, рекомендации врачей, и самое главное, вовремя сдавайте анализы. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова